Взаимоотношения пациент-медорганизация с 1 сентября поменяется. Правда, это касается исключительно тех медицинских услуг, которые оказывают платно. Правила взаимодействия между потребителем и исполнителем таких услуг были прописаны и раньше. Теперь туда вносятся существенные коррективы. Об этом поговорим с Натальей Корябиной, заместителем начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Здравствуйте, Наталья. Рада вас видеть. 11 мая у нас 23 года вышло постановление правительства, которое, я так понимаю, и внесло коррективы в документ, который был о предоставлении платных медицинских услуг. Так вот, в чем специфика нового постановления и когда первое появилось? Сколько лет прошло между ними, что пришлось вносить какие-то коррективы? До 1 сентября еще действует старое постановление. Когда оно появилось? Оно появилось еще в 2012 году. То есть получается у нас 8-11 лет. 11 лет этому постановлению, а с 1 сентября уже будут действовать новые правила. Конечно, на часть положений осталось прежних, но много и новшеств. Во-первых, это постановление правительства, которое 736 новое постановление, оно имеет ограниченный срок действия. Оно действует с 1 сентября 23 года по 1 сентября 26 года. То есть данное постановление пока что принято на 3 года, но потом далеко возможно и пролонгация. Прошлое постановление вообще не имело этого ограниченного срока. Оно просто было принято бессрочно. А почему, как вы думаете, на 3 года всего приняли? Меняется судебная практика, возникают какие-то нюансы, и в связи с этим возникла необходимость именно утверждения, добавления каких-то положений. Ну вот давайте тогда уже мы к новшествам, да, приступим. Какие новшества будут в порядке оказания медицинских услуг согласно этим изменениям в законодательстве? Кого в первую очередь они коснутся? Предприниматели, потребители, а может быть тех и других? Давайте поподробнее. Правило и любой нормативно-правовый акт, он вообще утверждается и обязателен для соблюдения как потребителям, так и исполнителям, поскольку в нем содержится и ответственность для сторон и для предпринимательского сообщества, для тех лиц, которые непосредственно оказывают платные медицинские услуги, так и для самих потребителей. В связи с чем рекомендуем изучить эти правила и тем, и другим. А где их, кстати, можно посмотреть? То есть... Они есть абсолютно в свободном доступе во всех справочно-правовых системах, и в том числе и в сети интернет они размещаются. Ну а теперь подробнее. Что там для потребителей, что для предпринимателей? Вот как мы знаем уже из самого названия правила оказания платных медицинских услуг. То есть услуга должна оказываться исключительно на возмездной основе. Но при этом за эту услугу не обязательно будет платить сам потребитель. Поэтому возникает еще одно лицо, которое называется заказчиком. Но это, в принципе, было и в прошлых правилах. Но еще раз напомню просто всем, что три стороны. Заказчик — это то лицо, которое непосредственно производит оплату. В отличие от потребителя, которым является исключительно физическое лицо, гражданин, который либо приобрел услуги, либо имеет намерение их приобрести, то заказчиком может быть в том числе и юридическое лицо. Это может быть работодатель, либо это может быть страховая компания, либо иное третье лицо. В том числе и представитель физического лица, если это, например, несовершеннолетний ребенок. Теперь, что касается новшеств. Вот, как я уже сказала, потребитель — это то лицо, Не только которое приобрело услугу, но и то, которое имеет намерение приобрести услугу. А, соответственно, еще до заключения договора гражданин имеет право ознакомиться со всей необходимой информацией для того, чтобы сделать осознанный выбор. Вот смотрите, давайте обычным языком. То есть потребитель, например, я, захотела куда-то пойти в медицинскую клинику, пройти УЗИ. И что для меня поменяется? Что мне нужно будет сделать, чтобы было все в порядке, чтобы меня нормально обследовали и при этом никак не обманули? Ну, во-первых, мы всем гражданам рекомендуем до получения услуги ознакомиться со всей необходимой информацией. Чего обычно не делают, да, люди частенько? Да, люди, как правило, просто подписывают документы, их не читая, и не знакомятся с той информацией. Когда гражданин приходит в медицинский центр, то там на информационных стендах, стойках, или вот как, ну, в законодательстве такого нет закрепленного положения, как уголок потребителя. Но, тем не менее, с целью привлечения граждан, вот, часто эти информационные доски называют уголком потребителя. Там располагается информация об исполнителе услуги в обязательном порядке, о юридическом лице, либо индивидуальном предпринимателе, о лицензии, о тех специалистах, которые могут оказывать услуги. Ну, то есть гражданин может самостоятельно выбрать того специалиста, к которому он будет обращаться. Ранее такого требования не было, а сейчас есть это требование. В этом месте, в доступном для потребителя, в обязательном порядке должен располагаться образец договора, который гражданин в дальнейшем заключит, а также перечень категории лиц, которые имеют право на получение льгот и преимуществ, и перечень таких льгот. То есть могут быть в частной клинике еще какие-то льготы и преимущества? Да, конечно. Перечень таких граждан устанавливается федеральными законами. Это, например, ветераны, либо, может быть, и многодетные семьи. И в том числе такие льготы может устанавливать и сам руководитель. Но об этом тоже должна доводиться информация до сведения потребителей. То есть где-то должно быть обязательно выставлено? Это что касается и потребителей, и тех, кто услуги предоставляет. Это не просто, например, должно быть где-то за информационной стойкой, на которой стоит администратор, а это именно в доступном для потребителя месте. То есть он может зайти и во все время, в рабочее время организации, в любое время может обратиться к этой информации. Что еще? Кроме того, ранее в предыдущей редакции правил было закреплено, что организация, либо индивидуальный предприниматель обязаны были иметь сайт в сети интернете. Сейчас прямо такой обязанности нет. Везде по тексту правил существует такая оговорка, как «при наличии сайта». Но при этом очень важно понимать, что если же все-таки у исполнителя этот сайт есть, то вот вся эта информация, которую только что перечислила, она в обязательном порядке должна содержаться в том числе и на сайте организации. Ну, чаще всего, мне кажется, они имеют такие организации, сайты. Как правило, сейчас уже да. Это век цифровизации, это очень удобно, конечно. А вот если мы говорим о каких-то гарантиях качества, да, которые появляются у потребителя вот этих медицинских услуг, что это за гарантии качества? Ну, не совсем я бы назвала это гарантиями качества. Это все-таки права потребителей, которыми они пользуются, которыми они обладают. И, в принципе, вот эти все права, они остались те же самые. То есть гражданин, в случае, например, если ему была оказана услуга ненадлежащего качества, гражданин может обратиться с письменной претензией к исполнителю и, например, потребовать безвозмездно устранить этот недостаток этот. Либо обратиться в другую медицинскую организацию, попросить, чтобы ему устранили этот недостаток, а потом предъявить требования уже к этой медицинской организации. Либо расторгнуть договор или потребовать соответствующего уменьшения цены. Я знаю, что тут сейчас, вот в этой редакции, клинику обязали отвечать на претензии пациента в течение 10 дней. И раньше такого не было. Так ли это? Это предусмотрено законом о защите прав потребителей. Это было, да? Да. Там просто есть ссылка на закон о защите прав потребителей. Понятно. То есть в любом случае они должны ответить письменно в течение 10 дней. Ну вот если, например, в правилах продажи четко закреплено это, в этих правилах такого нет. Наоборот, там в правилах указано, что исполнитель обязан довести до сведения потребителя тот адрес, по которому гражданин может подать претензию. Раньше вот этого не было в предыдущей редакции правил. Сейчас это требование закреплено в правилах. Вот если же гражданин направляет претензии, если же эта информация не была доведена до сведения потребителя, то гражданин имеет право обратиться, подать свою претензию по любому адресу, который является для него доступным. И в этом случае тогда суды такие решения будут принимать, я думаю. Что-то еще для потребителей поменялось? Да, конечно. Существуют такие еще ситуации, когда медицинская организация просит перевести деньги не на счет своей организации, не наличными денежными средствами платить, а вот именно перевести денежные средства на счет третьего лица, физического лица, на банковскую карту, например. И ранее гражданину приходилось еще и доказывать, что эта медицинская услуга была ему оказана, именно этой организацией. А сейчас четко в правилах закреплено, что если денежные средства уплачены были на карту третьего лица, но медицинская организация подтверждает, что именно они оказали эту услугу. ну то есть там есть, например, какой-то акт осмотра, результаты анализов с печатью этого юридического лица, то гражданину уже ничего не нужно будет доказывать, услуга является оплаченной и подлежит. То есть она попадает под действие данного законодательства. Что еще нет? Все для потребителя? А если мы говорим о требованиях, которые теперь предъявляются к предпринимателям, действующим вот в этой сфере? Или мы уже тоже об этом сказали? Мы об этом уже сказали частично, но могу еще раз сделать на этом акцент. Исполнитель обязан довести до сведения информацию о своем юридическом адресе, наименовании юридического лица, если это юридическое лицо. Если это индивидуальный предприниматель, он обязан довести свою фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, что очень важно, и адрес фактического осуществления деятельности. Понятно. А какие особенности заключения и расторжения договоров на предоставление платных медицинских услуг устанавливает вот это постановление? Договор в обязательном порядке должен быть заключен в письменной форме. Если фигурируют три лица, то есть исполнитель, заказчик и потребитель, то договор в обязательном порядке составляется в трех экземплярах. Соответственно, договор заключается в письменной форме, значит, все изменения и дополнения должны также вноситься исключительно в письменной форме. После того, как гражданин и исполнитель подписали договор, уже никакие изменения такие не допускаются. То есть самовольных туда вносить нельзя. В договоре помимо сведений об исполнителе, заказчике или потребителе, вносятся также еще сведения. Вот раньше этого требования не было, сейчас должны вноситься сведения о документе и удостоверяющем личность. Ну, как правило, это раньше на практике делалось, но самого такого требования не было. В договоре помимо сведений об исполнителе, заказчике и потребителе, также должна содержаться информация о цене услуги, о том специалисте, который будет оказывать услугу. Ну, это для чего? Для того, чтобы потом, может быть, была возможность как-то доказать, что, собственно, именно этот человек оказал какую-то ненадлежащую услугу, да? Да, конечно. Сроки ожидания оказания медицинской услуги. Тоже, кстати говоря, вдруг человек будет дольше проводить время там, да, у него в одно время написано, а он зашел там на час позже, к примеру. Да, и порядок оплаты должен быть в обязательном порядке там прописан. А вообще для чего вот это все сделали? У нас были какие-то прямо-таки проблемы с оказанием частных медицинских услуг? Вот коррективы для чего внесли? У гражданина могли возникнуть сложности, не то, что могли, а не возникали, когда, например, с подачей претензии. До гражданина зачастую не была доведена информация о месте регистрации индивидуального предпринимателя, если услугу оказывал индивидуальный предприниматель. И гражданин просто не мог получить эту информацию и направлял тогда претензию не на адрес регистрации предпринимателя, а по электронной почте. А суды к этому, ну, по-разному относились. То есть это касается для судебной практики, чтобы... Это касается для судебной практики, для облегчения защиты прав потребителей. В том числе вот это вот нововведение, которое касается в части произведения, осуществления оплаты на карту третьего лица. То есть вот это тоже очень важный, очень важный момент. Наталья, ну мы сказали, что период действия данных правил три года, да? Да, три года. Три года. Есть ли перспективы, что если будет какая-то положительная практика, их закрепят и на более дольший срок? Вполне возможно. Вполне возможно их и закрепят, но это будет уже зависеть от сложившейся практики, о том, какая ситуация будет в мире, какая ситуация будет в принципе, как будут складываться правоотношения между исполнителями и потребителями. Ну вообще судебных дел много, да, что касается частных клиник, когда люди жалуются? Ну я могу сказать, что не так часто нас привлекают именно в части медицины. Жалоб приходит достаточное количество, но большая часть у нас как-то все равно жалоб приходится на торговлю, на сферу торговли. Понятно. Ну и я еще знаю, что с 1 сентября у нас поменяются правила обслуживания в фитнес-центрах. Вот что должны знать клиенты, владелец клуба об этих изменениях? Ну вообще вы мне сказали вначале, что этих правил в принципе не было. Ранее этих правил не было, да. 30 января 2023 года было издано постановление правительства, которым эти правила были утверждены. С 1 сентября они также вступают в силу и будут действовать до 1 сентября 2029 года. Ну посмотрите, где можно вот эти правила для тех, кто у нас регулярно ходит в фитнес-центр? Они также находятся в свободном доступе в сети интернет, любой справочно-правовой системе. Давайте. Правила также были дополнены еще одним разделом, который посвящен полностью заключению договора об оказании платных медицинских услуг дистанционным способом. До сведения потребителя при заключении вот в таком виде договора должна быть также доведена, ну в принципе, та же самая информация, о которой я уже говорила. Но единственный момент, на котором хочется остановиться, на главной странице сайта организации должна быть размещена либо ссылка вот на эту информацию, либо эта информация должна быть в наглядном доступной форме, сразу вот на главной странице сайта размещаться, чтобы гражданин не занимался поиском информации, а сразу был с ней знакомлен. То есть, таким образом, медицинское учреждение размещает своеобразную оферту на заключение этого договора, гражданин акцептует ее, производит оплату. И здесь очень важным моментом является то, что правилами четко закреплено, что если гражданин оплатил эту услугу, значит, он согласился с условиями этого договора и полностью их принимает. Единственное, что я могу добавить, наверное, сюда, это то, что люди должны смотреть договор, прежде чем они заключают его, посмотреть со всех сторон и только тогда заключить, чтобы не было каких-то проблем в перспективе. Ну а если вдруг что-то случилось, то можно теперь уже проще в суде доказывать свою правоту. Конечно. Поэтому сейчас правилами закреплено, что в доступном для потребителей месте должен содержаться образец договора. Сразу, фактически, либо на входе, либо на сайте. В месте оказания услуг, так скажем. И на сайте, если он имеется у данной организации. Но, как правило, оно есть у всех сейчас уже. Спасибо, Наталья. А я напомню, что сегодня мы говорили с Натальей Корябиной, заместителем начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.